История. Не зубрить, а понимать. И именно по таким заголовкам, наверное, в ближайшее время мы увидим учебник Андрея Кадыкчанского. Андрей, здравствуйте. Я рад вас видеть на канале Школы здравоохранения. Мы встречаемся редко, но метко. Встреча с вами всегда вызывает большой интерес слушателей нашей школы. Вы человек, небезразличный к истории нашего государства, человек, который вас создаёт по крупицам, развеивает многие мифы. Которые вокруг этой истории складываются. Я так понимаю, что актуальность нашего разговора вызвана в том числе и тем, или вернее, и той беседой, которая состоялась на канале Школы с Варданом Ильинсовичем Багдасаряном. С доктором исторических наук, профессором Багдасаряном, который дал определённую оценку последнему учебнику истории. Ну, в смысле, учебнику истории для 10-11 классов, который 1 сентября появился в наших школах. Честно говоря, по поводу этого учебника, вот я вчера буквально получил известие от Российского конгресса народов Кавказа, в котором там, ну, на Северном Кавказе поднимается большая волна. Тоже направлено против этого, ну, в каком-то степени положения этого учебника, связанных с трактовкой вот этой вот, ну, сталинского, скажем так, решения о выселении народов, о перемещении народов. И в том числе народов Северного Кавказа, речь идет о пангушах, о балкарцах, о чеченцах, в какой-то степени, по-моему, лакцы там были затронуты, о нагайцах, по-моему, да. Ну, считаю, многие народы были переселены, и там, считаю, такая трактовка, которая не вполне, скажем так, ну, не то, что не устраивает, а обычно против этой трактовки очень активно выступает сейчас интеллигенция с Северным Кавказом. В связи с тем, что тема истории актуальна, мы возвращаемся к корням, мы начинаем нашу историю постигать, ну, вы же сами правильно сказали, не изучать надо, да, или не изучать, а понимать прежде всего. Поэтому я свое длинное вступление, нудное, заканчиваю и передаю слово нашему замечательному, дорогому Андрею Локчанску. Пожалуйста, Андрей. Спасибо, спасибо. Еще раз здравствуйте всем. Я должен повиниться перед зрителями и заранее сообщить, что я не обладаю научными степенями и званиями в области истории. Но это не мешает мне считать себя историком, историком по призванию, а не по профессии. Хотя моя профессия, она все-таки неразрывно связана с историей. Это единственное дело, пожалуй, которым я занимался на протяжении всей жизни, несмотря на то, что поменял много разных профессий. Точнее, я их не поменял, я их дополнял одной-другую. И надо сказать, что я даже не пытаюсь торгаться в профессиональную сферу академических историков. Но это, опять же, не отменяет моего права высказывать свое мнение и делиться наработками, которые могут оказаться полезными для общего дела. Многие ведь признают, что иногда дилетанты видят то, что недоступно социалистам. Как говорится, «Титаник» строили профессионалы, а «Ковчег» был создан любителем. Так вот, что меня обеспокоило в данной сфере. 12 января текущего года в Российской газете и других средствах массовой информации был опубликован перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества, которое произошло чуть раньше, в декабре 2022 года. В пункте 4 поручения президента говорилось о подготовке учебников, включаемых в федеральный перечень, допущенных к использованию. Этого события ждали многие, но сказать, что оно меня повергло в шок, значит ничего не сказать. Сроки, отведенные для исполнения поручения, крайне малы. Они были установлены до 1 сентября 2023 года. И это усилило объективные опасения за качество проведения планированных мероприятий. Практика подобных реформ и шаги, которые предпринимались и предпринимаются сейчас, они подтверждают обоснованность вот таких опасений. Когда речь идет о вмешательстве в процесс воспитания и образования, прав на ошибку не может быть в принципе. Малейший неверный шаг неизбежно приводит к трагедии. Поспешность в принятии таких решений может нанести непоправимый вред. Полумерами ничего не решить. Однобокость в освещении реальных исторических событий, она вот страдает предвзятостью. А это неизбежно приводит учащихся к погружению в нигилизм, скатывание к цинизму и к различным расстройствам на фоне социальной апатии. А именно от этих учеников, от тех, кто ходит сидеть за партой, зависит судьба всей нашей страны уже в ближайшем будущем. Меня обеспокоила высокая вероятность того, что опять, в который раз, вместо позитивных сдвигов в сторону улучшения ситуации в области народного образования, все дело ограничится в лучшем случае переписыванием уже имеющихся отдельных глав учебников. А в худшем – откровенными провокациями и саботажем. Те, кому был поручен этот труд, не имея ни возможности, ни желания, ни необходимых знаний, просто могут заменить терминологию, как это уже было неоднократно. Например, мы помним, как в попытках «исправить» историю, татаро-монгольская эго политкорректно заменили на золотая ордынская. Что изменилось? Ничего. Ясно, что создать что-либо достойное в такие сжатые сроки просто физически невозможно. Да еще и это противоречит тем либеральным принципам, которым привержено большинство из тех, от кого зависит сегодня судьба системы образования и воспитания в России. Я не мог остаться равнодушным в такой ситуации и начал бить во все колокола. Я обратился с официальными запросами во все ведомства, которые были указаны в поручении президента. Кроме того, я обратился с письмами лично к назначенным исполнителям. Но результат оказался предсказуемым, как вы догадываетесь. Все ответили, как положено по закону, в течение 30 дней. Но смысл отписок этих сводился к одному, который наиболее откровенно демонстрирует на примере ответа одного из помощников Мединского. В переводе с бюрократического языка на наш современный это звучало примерно так. Спасибо за проявленную инициативу и за гражданскую активность, но вы дилетанты, а мы профессионалы. Не беспокойтесь, все сделаем сами. Предвидя это, конечно, я уже был готов и обратился с письмом к нашему народному рупору. Можно по-разному к нему относиться, тем не менее, его слышат все. Это Никита Сергеевич Михалков. Но в ответ тишина, потому что в отличие от официальных должностных лиц, частное лицо, Никита Сергеевич, деятель культуры и просто пенсионер, он не посчитал возможным вообще сообщить о том, что он получил мое письмо. В результате случилось в точности то, чего я опасался и о чем предупреждал. В начало Нового года в школе поступили такие новые учебники истории для старших классов, с авторством Мединского и Таркунова. Ну, по сути, как говорят специалисты, это старый учебник, который писали еще в 90-х годах, для Данилов и тот же Таркунов, только с поправками, дополнениями, с учетом текущей политической обстановки. По большому счету, я не считаю это даже учебником. Это вольный пересказ субъективного мнения, который даже изложен ненаучным языком, то есть от науки там нет вообще ничего. Ну, надо сказать, что даже в советские времена мне было непонятно, почему нас заставляют учить близко к тексту мнение каких-то отдельных людей и излагать их субъективные взгляды на то, что историей еще не успела стать. История – это наука о прошлом, а не о настоящем. По определению, история – это наука, которая исследует прошлое, реальные факты и закономерности смены исторических событий. А как под это определение подпадает выражение личного отношения человеку к тому, что сейчас происходит где-то, там или там, неважно. Вот реакция самих учеников, она вот не замедлилась обеждать. Слава богу, сейчас мы можем наблюдать за этой реакцией, в интернете все видно, как вот на чистом листе. Дети восприняли эту историю для 10-11 класса как пощечину от власти. Они испытывают чувство разочарования и унижения за то, что к ним относятся как к младенцам, как к неполноценным каким-то людям, которым можно, в общем-то, вложить в голову все что угодно. И тем людям, которые по долгу службы занимаются образованием, им хорошо было бы знать, что дети – это не биороботы, которые записывают на диск памяти все, что у них вкладывают взрослые. Сегодня дети – они сами взрослые, они отыскивают информацию самостоятельно в интернете, они умеют это делать даже лучше, чем многие чиновники. Они читают те же статьи, они смотрят те же видеоблоги и фильмы, что и те, кто их пытается учить. Они сами способны выбирать источники информации, сами анализируют их и делают выводы. И зачастую их выводы оказываются более зрелыми и разумными, чем те выводы, которые делаются взрослыми дядями и тетями. Я считаю, что это недопустимые отношения, что надо уважать тех, кого мы учим, потому что мы учим, собственно, свое будущее. Много лет я искал способы и вырабатывал методы, которые позволят вернуть историю, истории города звания науки. И я их нашел. Об этом моя очередная книга, которую я сейчас готовлю к изданию. Она называется «Петров и всемирная история». Это не учебное пособие, это художественная литература, но она близка к научно-популярному жанру. И в ней я излагаю ни много ни мало принципиально новую концепцию преподавания гуманитарных дисциплин в общем и истории в частности. И эта концепция, она, собственно, уже опробована. Она удивительно проста и эффективна. И на практике доказала, что во время семинаров и лекций, которые я провожу в Доме сохранения истории «Инрок» с удрами, где я сейчас нахожусь, в прямом эфире и в интернете, и в аудитории. И вот я хотел бы сегодня поделиться некоторыми тезисами, которые являются результатом моих изысканий, которые изложены в этой книге. Первое. То, что сегодня принято считать историей, наукой не является. Напомню, что наука в рамках противодействия лженаукам определила так называемые критерии научности. С помощью этих критериев можно отделить истинную науку от лженауки, от мракобесия. И какие критерии являются основными и универсальными? Первое – это объективность. Второе – это истинность. Третье – универсализм. Четвертое – воспроизводимость. И пятое, наверное, самое главное – это достоверность и опытность знания. Как видите, благодаря рамкам, которые установила сама наука для определения того, что является наукой, история наукой не является, поскольку не соответствует ни одному из критериев научности. Такой парадокс. И что из этого дальше вытекает? Чтобы эту ситуацию как-то привести к какому-то логическому балансу, потребовалось выработать целую систему. И вторым тезисом я считаю, что необходимо четко понимать, что потребность в сохранении истории – это один из основных признаков разумной цивилизации. То есть можно сколько угодно полемизировать о том, являются ли дельфины или лошади разумными существами. Но единственным свойством, которым обладают бесспорно разумные существа – это потребность в сохранении и использовании в интересах будущего долговременной памяти о событиях, которые произошли до появления ныне живущего поколения. То есть речь идет о событиях, которые произошли давно, очень давно, до того, как появились на свет не только мы сами, но и наши папы, и наши дедушки. Третье. Выучить историю или вызубрить невозможно. Ее можно только понять. Как можно выучить то, чего, по сути дела, не знает никто. И тем более, как можно в нынешней ситуации оценить качество знаний учащихся. То есть профессор спрашивает своих студентов о чем-то, об изложении события чего-то средневекового, будучи сам подготовленным исключительно на фантазиях и мифах. И потом, когда студент отвечает, пытается ему ответить на этот вопрос, решает, правильно он ответил или неправильно. Как можно оценивать знания учащихся, если никто не знает, как было на самом деле. Вот предположим еще раз, что ученик или студент излагает какую-то иную версию развития событий, которая отличается от той, от задекларированной в учебниках. Ну, например, если студент говорит какую-то крамольную мысль и не согласен с общепринятой версией значения правления Петра I, он не оценивает позитивно этого правителя, и тогда что получается? Он неправильно выучил урок? Или он его вообще не выучил? Но если он ответил не так, как написано в учебнике, то профессор обязан поставить ему неот. И это не вина профессора. Просто в учебнике этого нет. А это уже политика, а не наука. Выучить наизусть череду какую-то исторических дат, дат проявления царей, войн, восстаний, революций и так далее, можно, но это не история. Это хронология, которая тоже небезупречна, в особенности та, которая относится к событиям, произошедшим до появления на свет достоверных источников, родилась, которых можно проверить. Историк – это тот, кто разбирается в закономерностях развития общества и знает о состоянии природной среды и уровне развития науки и техники в каждой из исторических эпох, периодов, а не тот, кто выучил даты событий. Петвертое – это суверенность истории. Речь идет ни много ни мало о суверенитете образования. Без суверенитета образования не мыслим вообще государственный суверенитет. Закрывать глаза на то, что в России растет новое поколение антисоветчиков и русофобов, которые бесплатно, добровольно, убежденно работают в интересах тех сил, которые, в общем-то, уже не первое столетие пытаются... Прошу прощения. Так вот, у нас растет поколение, которое не является патриотами России. Они являются патриотами иностранных государств. А это вот как ни крути, это уже запрограммированная на долгое время государственная измена. не все, но многое можно поправить с помощью создания и реализации какой-то доктрины. Доктрины суверенного образования. Но это дело профессионалов. А помочь им, конечно, я считаю, что могут принципы, которые разработаны и энтузиастами, в том числе и мной, при создании подобных работ, которыми я сейчас занимаюсь. И вот моя концепция преподавания гуманитарной дисциплины, она как раз и нивелирует все риски подобные. То есть она делает бессмысленной вообще всю вот эту вот возню околополитическую и конъюнктурную. Почему речь идет именно об истории? Ответить на этот вопрос, наверное, несложно. Достаточно поглядеть на события, которые происходят сегодня в одной из соседних стран. Невозможно не прийти к выводу о том, что ничего этого могло бы не случиться, если бы некие специалисты не осуществили предварительно форматирование исторического сознания граждан этой страны. Когда совершаются государственные перевороты, в первую очередь захватываются, помните, типографии, вокзалы, телеграфы, арсеналы и различные госучреждения. Но когда реализуются вот такие долговременные планы по захвату государства, берутся под контроль, в первую очередь, Министерство образования, культуры и средства массовой информации. По-тихому. С помощью скрытой ползучей экспансии. Это вот как в эксперименте с той лягушкой, которую помещают в кастрюлю с холодной водой, ставят на плиту, начинают медленно-медленно ее подогревать. В результате лягушка сама не замечает, как она превращается в суп. Пятое. Это философия истории. Дело в том, что, наверное, большинству из нас понятно, потому что без идеологии, абсолютно без идеологии, существование истории в принципе невозможно. Но идеология не должна подменять саму историю. Без рамок и каких-то границ, ограничителей, систем сдержек, в науке не обойтись точно так же, как в медицине. Если в больнице наступит эра идеального плюрализма, то это приведет показатель выздоравливаемости к нулю. Потому что больные, они вообще-то обязаны выполнять режим и все назначения врача. И точно так же преподаватели истории тоже обязаны придерживаться естественных для большинства народов России норм морали. В первую очередь морали, а не закона даже. И это продиктовано смыслом в поисках чего пребывает вот не первое столетие уже практически все русские философы. Это то, что получило название русской национальной идеи. Но у этого понятия существует множество сторон. И это парадоксальное понятие, потому что все три слова в названии не верны. Во-первых, она не русская. Во-вторых, она не национальная. И третье, это даже не идея. Почему не русская? Потому что она объединяет огромное количество племен и народов, которые по происхождению к русским не имеют в общем-то никакого отношения. Как быть с якутами, бурятами, камчадалами? Для них какая идея может быть русской, объединяющей? Почему она не национальная? Ну вот в силу естественного неприятия народами России принципы разделения людей по признаку принадлежности к тому или иному этносу. Это ненормально. Ненормально делить людей на рыжих и лысых, на одноруких или одноногих. Мы все в первую очередь люди, а не представители какого-то этноса. Ну и третье, почему русская, она не русская, национальная, не национальная, и идея не идея. Да потому что идеализм это удел оторванных от реальности, лишенных критического независимого мышления людей. А само понятие русское, как извиняюсь, ну многим неизвестно, я надеюсь, имеет два значения. Это общность людей, которые имеют одного общего предка, то есть это народ, и общность людей, имеющих мировоззренческие признаки, базирующиеся на одних и тех же цивилизационных принципах. то есть это те, кого объединяет отличие от представителей цивилизации западного типа. Это то, что у нас теперь называют русский мир. Ну, если кому-то не нравится, можно переименовать его в какой-нибудь другой мир, я не знаю, инопланетный, как угодно. Ну, в общем, пока то, что у нас есть, это русский мир, и надо с этим мириться. Это естественная тысячелетняя практика совместного сосуществования народов, которые строят взаимоотношения на принципах уважения и равноправия. То, чего нет в западной цивилизации. У них всегда кто-то доминирует над другими. Кроме того, для русского мира характерна бескорыстие и взаимовыручка. Бескорыстная взаимовыручка. И базой для всего это являются такие понятия, как справедливость и свобода воли, где высшей ценностью является все-таки справедливость. Именно вот понятие русский мир, оно является тем самым смыслом, который большинство вкладывает в навязываемое извине чуждое природе русских понятие русской национальной идеи. люди вот поседневной жизни вынуждены использовать эту неудачную на мой взгляд конструкцию, потому она стала употребляемой как среди псевдопатриотов и в быту и даже в культуре официальных лиц. А на самом деле русский мир это больше чем идея. Это осознанная необходимость оказывать помощь тем, кто нуждается в восстановлении попорной справедливости. для русского человека гораздо менее важна собственная жизнь, чем продание кого-то, кто страдает именно от нарушения справедливости. И понятие справедливость оно имеет право считаться в общем-то достоянием именно русского мира, потому что его аналогов в других языках практически нет. В восточных языках есть, а вот в языках англосаксонской группы там другой смысл. Например, слово justice в английском это справедливость, это не совсем то, что мы подружить знаем, потому что justice у них в первую очередь это правосудие, это когда дошло до суда, но правосудие и справедливость это принципиально различные понятия, правосудие может быть справедливым, а может и не быть, вот, а для нас справедливость это среда существования, это диспозиция, а для них, для англосаксов это санкция, философия история это предмет очень многогранный и пока малоизученный, однако кроме русской национальной идеи здесь непременно стоит сказать о неравноправии исторических оценок западного и восточного типа цивилизации, например, любая попытка мифологизации истории я имею ввиду мифологизации истории русского мира славян она воспринимается практически как синоним шовинизм но вместе с тем точно так же существует мифологизированная история древней Греции Римской империи Египта Индии Китая Харабской там цивилизации еще несколько других они ничем не отличаются от истории Атлантиды Лемурии других выдуманных стран почему-то считается научно доказанной спрашивается на каком основании мне несколько раз доводилось спрашивать академических ученых докторов наук кандидатов в исторических наук почему они ничего не пишут о том что происходило до Рюрика ведь это один из первых вопросов у детей в школе когда им начинают преподавать историю Руси что было до Рюрика и в ответ я слышу неуверенное такое невнятное бормотание мол нет никаких достоверных сведений я спрашиваю о древнем греко-римском мире есть такие сведения ну это святое это же вот покусился на это основа человеческой цивилизации люди даже вот профессионалы не задают себе вопросов почему их история раньше 9 века считается вполне достоверной на каком основании если никаких достоверных источников не существует историкам в голову вот не приходит что достаточно просто трезвого взгляда на эту ситуацию и чтобы понять совершенно очевидные вещи у нас о Рюрике хоть что-то есть а у них о римских императорах нет ничего кроме фантазий правда фантазии записаны уже так давно что даже в 19 веке уже эти фантазии воспринимались нашими предками как уже древняя история и западный мир использует эти мифы в качестве подтверждения своего превосходства над нами а разве это не шовинизм истинная философия истории она является противоядием антидодом против идеологии превосходства одних наций над другими против это противоядие против сознания в котором есть место для того чтобы одну нацию считать остальной другую нацию превосходной исключительной и у меня я убежден есть очень хороший рецепт реализации задач философии истории и этот рецепт он очень прост он настолько просто эффективен что иногда мне самому даже не верится а вот надо-то всего лишь уйти от изложения исторических событий от лица какого-то одного из авторов избавиться от оценочной составляющей этих изложений задача преподавателя не передача правильной точки зрения в кавычках а помощь в поиске всех возможных точек зрения на одно и то же событие причем на основе равноправия всех существующих версий например случилось когда-то в одной какой-то стране эпидемия это факт могилы с датами смерти есть заключение врачей о причинах смерти одной и той болезни есть это тоже факт а еще есть факт что один из писателей в соседней стране высказал какую-то свою собственную версию возникновения этого мора а другой писатель из другой соседней страны высказал еще одну версию которая противоречит первой как с этим быть какая из этих версий верна скорее всего не одна вот но рассматривать и изучать в курсе истории необходимо все имеющиеся и все вероятные версии причем как равноправные до тех пор пока не будет убедительно доказана несостоятельность одной или нескольких этих версий и только синтез всех данных именно синтез не анализ всех версий он может помочь сложить более-менее достоверную картину того что же было на самом деле что произошло шестое история это не пропаганда история это не пропаганда а наука о прошлом я выступаю это мое личное мнение оно может быть ошибочно но уж извините я выскажу свое мнение я выступаю за законодательный запрет на изучение текущих событий в рамках истории текущими событиями занимаются общество ведения политология социология ряд других специальных наук которые не имеют никакого отношения к школьному историческому образованию я за введение административных и уголовных санкций в отношении тех лиц которые выдают за историю собственное субъективное мнение о так называемой новейшей истории само словосочетание новейшая история на мой взгляд бессмысленно и антинаучно историей может считаться только то что является результатом научных исследований проведенных с материалами которые касаются событий произошедших минимум 50 лет назад почему я озвучиваю цифру 50 лет по аналогии с законом о культурных ценностях где сказано что антиквариатом не может считаться предмет который произведен появился на свет менее 50 лет назад вот 50 лет исполнилось стулу все он уже антиквариат а еще я за законодательный запрет на публичное использование названия слов нация национальность и других с корнем нац мы кого хотим воспитать нацистов например национальные проекты это что такое в интересах какой нации реализуются государственные национальные проекты в интересах татарской нации или калмыцкой или туинской а что делать бедным бурятам чукчем или русским вот я русский а чей национальный проект выполняется в России на русских вообще распространяется это действие этих проектов вопрос понятие национальное является вообще деструктивным и не имеет права на жизнь в тех случаях если затрагиваются интересы всех народов которые проживают на территории нашей страны не может у нас быть ни национальной полиции ни национальной института памяти или еще там что нас там пытаются всякими национальными что так у нас не называют национальными костюм национальным может быть а все остальное это уже отлукав ну и хотелось бы отдельно сказать о том что почему та концепция преподавания образования должна быть изменена в корне в принципе потому что даже оценка знаний должна быть сформирована совершенно по другому принципу я бы это изложил так что для успешного освоения учебного материала по истории необходимо не просто выучить материал а понимать о чем идет речь то есть можно запутаться в датах можно перепутать какой король за каким следовал это не суть важна но оценка неуд или два выставляется ученику в том случае если он не смог перечислить все варианты интерпретации одного и того же события которые были изложены на уроке или изложены в учебнике истории оценка 3 удовлетворительно ее можно поставить ученику если он уверенно перечислил все о чем услышал от учителя или прочитал в учебнике оценка хорошо 4 выставляется ученику в том случае если он кроме информации подчеркнутой на уроках самостоятельно освоил и другие варианты интерпретации одних и тех же событий и пятерку имеет право получить только тот кто способен дать собственную интерпретацию и обосновать ее логически и подтвердить фактами либо если он склоняется в пользу какой-то известной интерпретации но доказывает ее состоятельность и подтверждает результатами собственных исследований вот тогда это будет реально образование а не вкладывание в мозг обучающимся уже протухших давным-давно штампов и догм ну и в заключение я хотел бы сказать что если кто-то подумал что я вот возомнил о себе слишком много и пытаюсь взять на себя роль там непосильную учить профессионалов то это не так просто я делаю то что не могу не делать я вижу что даже известные уважаемые специалисты доктора наук когда собираются вместе я к счастью бываю на таких мероприятиях я знаю о чем говорю они ограничиваются простым перечислением возникших в системе образования проблем но это ни к чему хорошему привести не может потому что по сути дела это напоминает посиделки бабушек на скамеечке они сидят у подъезда и вот сетуют на то что на какие-то трудности обсуждают прохожих там в общем критика без конкретных предложений направленных на улучшение ситуации это простите критиканство а не критика поэтому я не привожу сейчас никаких цитат и стараюсь не давать никаких оценок конкретным людям но стараюсь предпринять хоть что-то что в моих силах может быть кто-то услышит и я кому-то смогу помочь я предлагаю конкретные меры прав не прав это вот не мне решать но я считаю что лучше сделать и потом пожалеть чем жалеть о том что никогда не сделал на этом майор Козыгчанский оклад докончил спасибо за внимание ну фактически крик души будем надеяться что этот крик будет услышан в том числе и нашим профессиональным сообществом людей которые профессионально занимаются историей в принципе мне посыл этот понятен да я извиняюсь у меня пока ты говорил я сидел у окна а у нас тут в общем-то как-то темнеться начинает рановато поэтому наверное не очень хороший сигнал то есть у меня видео не очень хорошее спасибо за твою гражданскую позицию спасибо за то что ты делаешь я со своей стороны хочу сказать что являюсь в определенной степени свет теперь не смогу я в определенной степени являюсь в общем-то ну сторонником что ли именно вот этого ты хорошо вначале сказал что Титаник строили профессионалы да но и в Ковчег любители разная судьба в общем-то как-то выйти к двух событий у одного вернее двух проектов и одного и другого что я могу сказать конечно вот нашим замечательным совершенно как ты правильно их называешь любителем я предлагаю все-таки не останавливаться и продолжать ну официальных наших историков как-то все-таки теребить тогда возможно мы и придем к какому-то такому вот ну не то что новому пониманию а вот именно к пониманию о чем ты говоришь к пониманию истории на самом деле это самое главное потому что если мы поймем корни смыслы ценности вообще чем мы отличаемся скажем так от других тогда происходит совершенно иное восприятие ну вот этих вот событий свидетелями которых мы являемся появляется на самом деле ну как бы сказать видение будущего вот я просто применю слушательное приведение сразу если бы там момент 90 1991 году допустим понимая наши корни понимая наши ну особенности наши коды сейчас модное слово такое цивилизационные коды понимая вообще те ценностные основы на которых зиждалась испокон веков вот это вот русская или скажем так ну назовите кому не нравится русская ты правильно сказал ну назовите там российская идентичность я не знаю евразийская идентичность я не знаю там но вот это идентичность именно наша конечно бы тогда бы никто не кинулся бы с головой как в омут в этот самый капитализм в эти хищнические во всяком случае навязанные тогда и сейчас эти отношения потому что люди понимали и знали бы что перспектив у этого нет все это ведет к отрушению и придет рано или поздно к отрушению и крушению к потере этой самой идентичности к потере самих себя к потере скажем так государственности к потере своего авторитета в мире к потере субъектности да к чему угодно понимаешь то есть конец был печальным и тогда бы не ходили бы радостные там и не кричали что вот теперь мы все вместе дружно в любви на одном западном этом самом Титанике плывем значит через бурные просторы к светлому будущему капиталистическому где много кружевных трусов и различного рода значит там других причиндалов которые связаны со всем этим ведь элементарно казалось бы да знаешь и тогда не делаешь не знали да и знать не хотели а все остальное застелил глаза в общем спасибо Андрей огромное за этот разговор супруги привет вы как прямо на страже стоите русского проекта на северных его ну скажем так границах в северных его пределах занимаетесь великим делом напомню просто слушателям что вот Андрей его супруга бросили уютное проживание это в центральных городах Российской Федерации уехали на север нашли замечательный совершенно дом потрясающий да красивый который был построен еще там ну во времена наших там я не знаю ну там в какой-то степени поморов купцов 19 века да где-то этот самый дом который вы обосновали нет это 1902 года ну начало да начало 20 века но построен еще скажем так вот по этим добрым старым русским лекалам и вы восстанавливаете дом восстанавливаете русскую историю восстанавливаете нашу идентичность и низкий вам поклон за это храни Господь спасибо 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 удачи вам успехов удачи вам удачи вам